Друзья, начнем пресс-конференцию после матча «Звезда Астраханочка». Итоговый счет 30-24 в пользу наших сегодняшних гостей. Слева от меня главный тренер Астраханочки Михаил Алексеевич Серегин. Справа от меня Алексей Николаевич Гумянов. Ну и предоставляем по традиции слово нашему сегодняшнему гостю Михаилу Алексеевичу. Кстати, не думал, что вас буду по отчеству называть. Да, спасибо. Не привычно, как-то я сказал. Ну, честно говоря, неожиданно легкое начало в этой игре. Хороший первый тайм показала наша команда. И сумасшедший провал в начале второго тайма. Это позволило «Звезде» зацепиться. И в основном, конечно, они в большей части контролировали игру во втором тайме. А мы уже, так можно сказать, пытались удержать счет, пытались где-то, может быть, противопоставить, нарастить скорость и все. Но не все у нас получается. Вот это, к сожалению, такая философия женского гонбола. Почему он как раз задержался. Мы пытались с девчонками по горячим следам эту ситуацию разобрать, что произошло и как это случилось. Ну, слава богу, что они и сами, в принципе, все это поняли. Они расстроены всем этим. Объяснения, конечно, у нас пока еще не нашлись. Но ничего, есть видео, посмотрим видео, еще раз проанализируем, побеседуем с игроками. Будем стараться, чтобы впредь у нас, как бы, таких провалов нет. Тем более, когда мы играем с очень сильными соперниками. Спасибо. И, кстати, опять же, хочу поблагодарить «Звезду» за хорошую игру, несмотря на то, что команда проиграла. Вот. Игра получилась напряженная, игра получилась очень интересной. Команда билась, билась, сражалась, пыталась все равно, даже несмотря на то, что проигрывала, отыграться. Даже более-более того, вот, очень приятное впечатление оставил наш соперник. Спасибо за борьбу. Уже второй наставник одни и те же слова говорит о том, что счет не по игре. Алексей Николаевич, да. Разница разная. Ваше слово. Ну, мы понимали, что, конечно, команда «Атрахань» все-таки имеет побольше опыта. И сегодняшняя игра показала наши проблемы, над которыми нужно работать. Это, конечно, реализация моментов, оставляет желать лучшего. Ну, и отраженных бросков в ротари нам, конечно, тоже сегодня не помогли. В отличие от того, что творила Трусова у команды соперников. Я бы так бы сказал, что наша игра, команда «Астрахань» показала, особенно в первом тайме, будем так говорить, зрелый гонбол. А мы показали детский гонбол. Вот нужно отходить от этого, потому что нужно уметь все делать на больших скоростях. Нужно принимать быстрые решения. И не бояться брать на себя инициативу. Вот эти все моменты, конечно, нужно убирать однозначно. И я думаю, что наша команда это понимает, и мы будем идти к тому, чтобы становиться сильнее. Ну, и, конечно же, нам не хватает игр, это однозначно. В этом году, хоть мы сыграли в «Гомеле», но постоянно состав так у нас муссируется, меняется. Пока не можем найти такой стабильности в составе. — Алексей Николаевич, вы известны как тренер-дипломат. Мне кажется, пришло время стать, наверное, тренером-диктатором. Ну, в сложившейся ситуации. Вы на это способны, готовы? И готовы ли девушки слушать вас в качестве диктатора? — Ну, вот хорошо ты сказал. Готовы ли они слушать? — Самое главное, чтобы девочки тебя слышали. А в каком это будет тоне выражаться, хоть в диктаторском, хоть в дипломатическом, это уже без разницы. Если они тебя слышат и понимают, тогда да. Поэтому здесь все зависит от того, насколько мы друг друга понимаем и верим друг в друга. Вот тогда будет результат. — У вас переизбыток игровой практики. Ну, Лига чемпионов, чемпионат страны. Ну, я имею в виду больше, чем у звезды. И плюс на вас давляет сейчас результат, потому что вы все-таки действующий чемпион страны. — Ну, у нас был достаточно долгий период, как и у всех команд, во время чемпионата Европы. Поэтому мы тоже испытываем, конечно, большую проблему в отсутствии игровой практики. Если по осени, да, там был переизбыток, там пришлось по-другому немножко строить тренировочный процесс. Девчонки играли уже, в принципе, что на Лиге чемпионов, что на чемпионате России с последних сил. Сейчас мы столкнулись с тем же самым, что нам просто не хватало игровой практики. И слава богу, что вот, скажем так, календарь для нас сложился более удачный, нежели звезда. Мы рано собрались после Нового года. Вот. И уже имели игру в запасе против Ижевска. То есть, что нам позволило как раз просто вот этих вот каникул, после длительной паузы, после двух, ну, не очень ровной, и даже, можно сказать, после игры с Ростовым, которую мы провалили, двух этих неудачных игр, немножко найти себя, поверить в себя. И мы сюда уже приехали, конечно, более подготовленной командой, в плане того, что у нас была игровая практика. То есть, мы уже знали, что мы можем, что мы сами можем от нас ждать, что мы можем навязать сопернику. Ну, вот. Ну, а сейчас, да, график, конечно, немножко усложняется. У нас сейчас начинается пятая Россия, 29-го как раз Лига Чемпионов. Вот. Уже буквально через день мы играем с Лучом, и по приезду как раз начинаем готовиться к нашему первому сопернику. Дальше там, конечно, будет февраль-март, они такие очень загруженные, но я надеюсь, что межсезон, которая была, мы провели достаточно успешно. То есть, бензина нам должно хватить, потому что там часть игроков была в национальной команде, часть была в юниорской сборной команды, третью часть, как бы мы уже там, скажем так, тренировались самостоятельно. Я очень надеюсь, что эта работа нам поможет вот эти два месяца пройти нормально. Алексей Николаевич, вам не кажется, что уже вторую игру у девушки выходят на площадку уже заведомо с какой-то боязнью при виде титулованных, ну, я имею в виду, титулованных игроков соперника? Такая ситуация была против Дмитриевой, то есть Лада и Дмитриева. Здесь Паснова и Астраханочка, то есть, по сути, проваливают именно первые минуты. Связано это с звездными игроками соперника, либо это нужно поковыряться в головах самих девушек? Ну, Паснова, понятно, что звездный игрок, но мы не Паснова стояли на воротах. Мы не забивали вообще до трусовой, вот, поэтому тут о чем идет речь. Это говорит о мастерстве, еще раз говорю, о мастерстве и, конечно, психологическая подготовка. Здесь тоже немаловажно, люди должны почувствовать уверенность. Уверенности пока этой нет, над этим надо работать. Будет повышаться мастерство, будет повышаться уверенность. Вот, поэтому, как бы, я тоже считаю, что мы фундамент у нас физически мы заложили хороший, но очень много нужно работать на индивидуальной работой, индивидуальной и командной. То, пока, над чем мы сейчас мы остаем. Михаил Алексеевич, перед сезоном сложилась такая ситуация, что, понятное дело, клуб покинули топ игроки. Расскажите секрет успеха, как вы сплотили тех, кто у вас остался и кто к вам пришел в коллектив? Ну, по большому счету, никакого секрета здесь нет. Вот, да, ситуация была, конечно, пожарная. Просто хочется снять шляпу перед теми девчонками, которые действительно сами хотят. Они настолько голодные до гандбола. Это, знаете, вот как вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. И сразу игроки второго, третьего номера тут же становятся основными игроками. И, в принципе, при определенной работе, плюс их желание, плюс запредельный настрой, то есть, вот, в принципе, успех. Ну, как бы, это не секрет успеха. Успеха у нас нет, об этом еще рано говорить. Но вот это как раз то, на чем все это базируется. То есть, сошлось все. Сошлось желание наше, игроков, тренироваться, работать, играть. Где-то, может быть, даже в каких-то моментах экспериментировать. То есть, вот, наверное, вот так вот можно на этот вопрос ответить. Ну, и мой крайний вопрос Алексею Николаевичу. Вы полгода в коллективе. Смогли ли вы разглядеть в игроках звезды, ну, точнее, в ком-то одном лидера? Или этот лидер еще в этом коллективе так и не найден вами? Кто может взять игру на себя и повести коллектив за собой? Есть ли в вашей обойме такие люди? Может быть, это... Ну, чтобы... Звучит так, что это не индивидуально в одной игре, а так, чтобы... Чтобы, да, чтобы ответить на этот вопрос, как раз-таки говорит о том, что у нас пока лидера нет. По большому счету, лидер тот, который может повести, поговорить с командой. Да, определенно есть моменты у Курбановой, определенные моменты есть у Климанцевой, и еще у кого-то. Но так, по большому счету, пока лидера нет. В принципе, у нас хотелось бы довести до того, чтобы команда играла на таком ключе, чтобы соперник не акцентировал только на одном игроке, а чтобы он понимал, что угроза идет со всех сторон. Вот мы будем к этому стремиться. А именно внутри командный Кликев, ну, это вообще-то секрет, почему он должен его рассказывать. Я не пойму. Ну, как всегда выкрутились. Ну, и тогда, ладно, мой крайний-крайний вопрос по поводу вратарей. В начале сезона их было сразу четыре. Мы знаем историю Якуповой, мы знаем историю... Сваранкиной. По сути, два... Ты, может, постарался? Нет, не я. Хотел сказать, слава богу, вслух не хотел озвучивать это. Так вот, получилось так, что номинально не первые номера получили возможность выступать в ранге... Друг как сказки. Друг как сказки. Мне обухом по голове, получается, не скрипнул дверь. Извините. Да нет, я сбиваюсь уже. Вот, так, вопрос по поводу вратарской линии. Что происходит? Как встрепенуть именно вратарскую линию в звезде? Ну, вратарей это вообще отдельная категория. И, конечно, чем вратарь старше, тем он лучше. Как хорошее вино, да? Есть коньяк, три звездочки, есть пять, и это лучше. Вот, у нас, получается, в данный момент, конечно же, игровой практики, что уж леди не хватает однозначно. Вот, а что касается... У нее много чего хорошего. Мы будем надеяться, что все ее внутренние качества она проявит именно на площадке. Я думаю, что она должна выделиться своей хорошей игрой. А там уже прическа, это уже ее личное дело. А то, что касается Тихановой, хоть она и чемпионка мира, но она чемпионка мира среди детей. А мы играем среди взрослых. Это немножко два больших уровня, разных совершенно. Вот, и поэтому я еще раз говорю, что пока команда местами только показывает тот взрослый гонбул, на который мы должны выходить. А, допустим, Астрахань, она показала, допустим, первый тайм на протяжении многих моментов взрослый тот гонбул, на который, я думаю, и зрители будут ходить, и с которым, когда играешь, получаешь опыт, ты растешь, ты понимаешь, над чем тебе надо работать. Вот, поэтому, конечно, у нас есть еще и Миронова, тоже как бы из дубля, будем так говорить. Девчонки есть, и если они будут стараться и очень много работать, то все будет нормально. Ваши вопросы? Михаил Алексеевич, чем вызваны эмоции в конце матча, когда даже здесь настолько пришлось вмешаться? Вы знаете, как бы, ну вот, у Алексея Николаевича молодая команда, у нас тоже достаточно молодые игроки, в некоторых моментах мы от них просим играть грамотно и зрело, то есть человек может уступать физически, очень важно, чтобы он понимал, что он делает, это где-то хитрость, это где-то какая-то там вот работа, то есть это игра, мы должны играть. И здесь получается, дважды Кожакарь делает великолепное на игрока, она подставляется под игрока, и мы не получаем этот фол. Мне просто обидно знать человека, почему, потому что она старалась, она действительно в защите эту ситуацию выиграла. Но это с моей точки зрения, я был на эмоциях, может быть, я и не прав, я еще посмотрю, если я... Мне кажется, ты не прав. Ну, я посмотрю, я тоже достаточно самокритичный человек, я посмотрю на видео, если не прав, у нас как раз эта судейская пара судит нас в луче через день. Я подойду и перед ними извинюсь за свои эмоции, но мне ее действия очень понравились. Мне ее действия понравились, и поэтому мне, конечно, было очень обидно, что они остались незамечены со стороны судей. Только вот это вот. В связи с этим тогда еще один вопрос, на этот раз вам. С чем связана активная защита против звезды с первых минут? Это была установка, потому что вы, по сути, выключили всю заднюю линию звезды, а оставив им возможность только на индивидуальные действия, на обыгрыш и так далее. Ну, мы как бы изначально... Вы защищались на... Игроки против центральных защищались метров на 11-12. Не давали возможности производить комбинации, которые есть в обойме звезды. Он просто знал, что у нас очень хорошая комбинационная игра. Он ее взял и сломал. Те самые пять, о которых рассказывала Анастасия Алексеева. Десять. Пять плюс. Ну, опять же, когда у девчонок запредельная мотивация, когда они готовы играть, то есть мы на тренировках этой игры добиться от них не можем. В каких-то моментах. Они чего-то там боятся. Например, игра с Ростовом, нам такая игра не удалась. А здесь они выходят и начинают эту игру показывать. Но если ты играешь активно, значит, ты должен быть уверен, что ты не проиграешь один в один. То есть тебе уже, по большому счету, страховать некому, потому что ты висишь уже где-то на двушке. Но, опять же, активная защита, ты не должен, например, так, просто бездумно, бесшабашно куда-то вылетать. Сегодня вот эти вот выходы, эти прихваты, да, они, может быть, не всегда были сделаны правильно и вовремя, но они сработали. Они сработали. Хотя, где-то примерно так же мы играли и против Ижевска. То есть, вот, слава богу, что две игры, они в чем-то похожи. Хотя во втором тайме мы такую игры, вы сами видели, мы не увидели. Вот чем это связано, почему игра первого и второго тайма настолько сильно отличается, вот с этим нам нужно разговаривать. Чем мы с этим разберемся, тем проще нам будет идти дальше. Ксения Николаевич, вот именно такая активная игра в защите Астраханишки стала причиной суеты. То есть, даже с другого конца площадки вы слышно, что вы говорили, что за суета, куда вы суетитесь, что вы делаете. Для вас это тоже стало неожиданной? Нет, почему? Мы готовились к этому, тем более, что команда у нас была в Гомеле, и когда против нас уже играли, у нас там тоже были проблемы. Поэтому мы над этим работали. Но еще раз говорю, это ведь, чтобы сыграть один в один, как в защите, так и в нападении, для этого должно быть мастерство и смелость. То, чего не проявили некоторые игроки, которые обязаны были проявлять. То есть, когда-то при такой разряженной зоне, в принципе, наоборот, должно легче играться, если ты очень силен. А если ты не можешь этого сделать или боишься, у тебя появляются такие проблемы. Тем более, что не просто индивидуальные, там есть где-то индивидуальные надодействия, есть командные действия. Но каждый себя хотел проявить неорганизованно. И появлялся вот этот хаос. И получается, что даже там такие моменты были, когда два человека там сталкивались друг с другом лбами. Это говорит как раз об этом большом желании, но маленькой организации. Это ни к чему хорошему не приводит. И, конечно же, вот эти моменты, даже при большинстве, тоже мы знали, что могут играть против нас так. И мы наигрывали ситуации. Во втором тайме, кстати, некоторые моменты у нас получались. Но это уже после того, как мы поговорили в раздевалке. Но они должны были готовы играть с первых минут так. Пока так не получается. А что, как раз по большинству хотел спросить, а не первую игру уже звезда испытывает проблемы в большинстве. И заметно, что по всем гонбольным учебникам, насколько я знаю, с сугубо журналистской точки зрения, когда играешь в большинстве, желательно вводить на бросок игроков задней линии или линейного. То есть минимально сократив возможность краям бросать. А по сути, во всех, при игре в большинстве доводили на Шукалову, либо на Галай, как это было во втором тайме. То есть забивать с края, сами понимаете, сложнее, чем задней линии или линейный. Что вы говорите? Вот. С чем это связано? И как с этим бороться? С этим ни в коем случае бороться нельзя. Надо с края выходить и забивать. И проблемы как раз состояли в том, что доводили мяч до края, а люди выходили и не забивали. Ну мы же доводили до края. А теперь я тебе рассказываю. Большинство, это задача нападающих, найти лишнего игрока. Если ты этого лишнего игрока находишь, то ты красавчик. Только этот лишний игрок, который выходит один на один, он должен просто забить. Вот и все. А кто выйдет на атаку, это уже все по ситуации действует. Если мой напарник по сборной, бессовестный, считал, что нужно, чтобы доводили до Шукаловой, и мы доводили это до Шукаловой, она допустим не забивала. Это один вариант. Если он хотел, чтобы Курбанова бросала, это другой вариант. Понимаешь? Он больше хотел, чтобы Курбанова бросала. Ну я так понял, в этой игре да, наверное. Но вообще, я не знаю, откуда ты это взял. Но вообще-то самое главное найти лишнего человека. И вывести его на атаку. Причем это не важно, кто будет. Если у меня есть игрок, который сзади может выпрыгнуть и без блока забить, нет вопросов. Все зависит от того, кто у тебя есть в составе. И уже от этого отталкиваться. Это мне рассказывали гонбольные гуру. Да, ну привет гуру передавайте. Алексей Николаевич, ничего не вопросов. У нас сейчас начинается такой кандидат, которого еще не было. Игры будут один за одним. Поможет ли это нашей команде как-то найти эту игру, получить уверенность, чтобы не было таких моментов, как сегодня, когда... Возможно, именно из-за нехватки первой практики вот такая вот... Ну конечно, у меня, честно говоря, настроение не очень хорошее после этой игры. И внутри вот так вот все переворачивается. Но я уверен на 100%, мы знаем, над чем работать, к чему идти. Я думаю, что мы будем от игры к игре прибавлять. Всем спасибо. Все свободны.